Как справиться со страхом потери близкого человека? Смотрите, у психологов есть разные формулы работы с разными эмоциями, и в том числе со страхом. Давайте разделим страх на три разных варианта. Страх будущего, страх прошлого и настоящего. Для этих трех разных видов страхов методы работы будут разные у психологов. Мы сейчас с вами затронем тему, например, страх будущего, страх возможной потери детей, например. Страх, что кто-то умрет из близких. И будем брать именно будущее. Опять-таки сначала нужно отделить, было ли у вас уже нечто подобное. То есть если травма когда-то была, тогда сначала придется лечить ее. Тогда это страх прошлого, и тогда там формула работы будет такая определенная. А если же у вас этого не было, потери близкого человека, тогда это страх будущего. Тогда вот то, что я сейчас буду рассказывать, относится как раз к этой части. Теперь смотрите, страх потери близкого. Давайте тоже разделим на две части, что есть социальные страхи. То есть, например, потеря, он от меня уедет, или он со мной разведется. И страхи вот такие базовые, страх смерти, на грани, на уровне инстинктов, на уровне нашего фундамента. Мы сейчас берем вот именно не социальные, а базовые, страх смерти, касающийся будущего. То есть и берем формулу именно для этого вида страха. Смотрите, самые быстрые способы, которые решают эту задачу, это рекрессия. Приведу пример. У меня в терапии был мужчина. Он воспитывает маленького ребенка самостоятельно. Вот так сложилось. И у него было очень много страхов на тему того, что там ребенок заболеет, я заболею. Или там кто-то там обязательно с рак, от рака кто-то умрет. Или вот что-то вот, то есть там все поликлиники, все анализы, какие только возможно. Все платные, бесплатные. В общем, там вот прям фобия такая конкретная. Когда мы с ним работали, мы провели одну единственную регрессию на тему страх. Почему страшно умереть и страшно, что умрет близкий. После этого от регрессии эффект был следующим. Сейчас его друзья, его бывшая супруга, которые раньше наблюдали вот эту паническую какую-то штуку, да, такую на уровне фобии. Сейчас он говорит, слушай, это не то, что в маске не хожу, я даже как-то руки не особо парюсь мыть с этим коронавирусом. То есть он говорит, на меня смотрит бывшая жена, смотрит друзья и говорит, как так, вообще как, ну, как ты можешь так спокойно реагировать? Ты же там, не знаю, прошел все больницы от начала до конца, а сейчас при этом коронавирусе это абсолютно спокойно. Ну, вот так это работает. То есть регрессии, они самые быстро выполняют вот эту задачу. На самом деле страх потери близкого можно убрать у любого человека. Вопрос только количества встреч, которые необходимы. Если у человека позволяет мировоззрение, ну, такое на уровне парапсихологии, работы с сущностями регрессии и так далее, то иногда для этого достаточно буквально пару встреч по два часа. Некоторым клиентам, у кого исключительно научный такой подход, материалистичный, да, иногда для этого нужно там 15 часов, да, потому что регрессия примерно 1 к 10 работает. То есть одна регрессия в 10 раз делает задачу быстрее, чем любые психотерапевтические методики. Приведу пример собственной, то есть что же там так работает, да, чтобы вы понимали, от чего такая скорость. Приведу собственной пример регрессии, когда у меня был страх потери, что дети умрут, да, как я с этим работала. Когда я погрузилась в собственную регрессию, я увидела воплощение где-то 13-14 век. Я была тоже женщиной, у меня был муж и двое мальчиков, двое детей. Была чума, которую я потом по интернету проверяла, ну, то есть эту территорию, эти годы, там черная чума называлась. Но тогда больше умирали дети, чем взрослые по какой-то причине. Я увидела жизнь, где, значит, один сын умер, затем умирает второй сын. Я там что-то как-то с этим не справляюсь, пошла, повесилась, муж за полгода спился. В общем, мы благополучно, все померли, да. Когда я смотрела альтернативные сценарии, для чего жизнь такая была дана, чему я должна была научиться, какие кармические задачи. Кармическая задача была научиться проживать потерю близких. И если бы я это смогла тогда сделать, то есть альтернативная ветка этой судьбы была следующая, что мы с мужем должны были после этого из города, после потери двоих детей, уехать в деревню, и там у нас рождается еще трое детей. И души тех детей, которые были предыдущими, они должны были воплотиться в этих. То есть изначально договор между всеми этими душами был вот такой. Но я, видите ли, не смогла пережить эту трагедию, и как бы все пошло вот так. Когда подобных регрессий, своих или чужих, вы смотрите одну, вторую, третью, у вас вот этот страх потери близких, но он как-то, ну как-то сам отваливается. И вы когда понимаете, как это все функционирует, как это работает, в чем задумки, какие вот, ну как-то он уходит. Если у вас подобные страхи потери близких, насколько они по 10-бальной шкале, вы бы их оценили. Там 0 вообще не боюсь, 10 прям сижу и с утра до ночи только об этом думаю, какую бы шкалу вы себе поставили. Продолжение следует...